Вопросы истории с Андреем Светенко Ну, мало того, что там существовала буферная Дальневосточная республика, и что это такое, тоже надо будет напомнить. Внутри этого региона, в Приморье, например, существовало еще и квази-государство, Приморское земское управа в Владивостоке, и там тоже шла борьба за власть, и силы были представлены, кроме классических, белые, красные, еще и такими, условно говоря, партизанами. Полубандитскими организациями, Атаманом Семеновым, Капелем. В общем, что там происходило и какие пертурбации длились на протяжении, получается, почти двух лет до окончательного установления советской власти. Об этом нам поможет узнать лучше эксперт, профессор, доктор исторических наук Василий Цветков. Василий Жанович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну вот, действительно, что происходило во Владивостоке в начале 21-го года, а может быть, у вас какая-то другая логика понимания, от чего вести начало нашего рассказа? Ну, собственно, наверное, правильнее говорить о наличии вот такого центра своеобразного, политического на Дальнем Востоке, в котором вот произошли события последнего уже периода гражданской войны. Правомерно, наверное, вести историю этого центра сообразования ДВР, образования Дальневосточной Республики. И образование, вот если вкратце говорить об этом процессе, одна из причин таких основных, почему ДВР образовалась, это опасение советского руководства, опасение Ленина в том числе, за то, что продолжение боевых действий на Дальнем Востоке при посредстве Красной Армии, которая только что разгромила Колчака, будет не по силам, не по силам, и вот добиться окончательной победы на Дальнем Востоке, окончательного установления советской власти в 2020 году вряд ли получится. Почему? Потому что основная часть сил боевых Красной Армии была отвлечена на тот момент на Западный фронт, где разворачивались события Советско-Польской войны. И где на юге России еще действовала армия Врангеля. Поэтому, исходя из сложившейся обстановки, что на Дальнем Востоке существует так называемый черный буфер, это части атамана Семенова, который получил полномочия главы вооруженных сил российской восточной окраины от адмирала Колчака. И он возглавлял фактически всю военную и политическую власть Забайкалья, поддерживавшие его японцы, японские контингенты. В 2020 году они пока еще стояли в Забайкалье, потом они только уйдут. И Дальний Восток, Приморье, Якутская область, Камчатка, Хабаровский край. Эти все территории представляли собой разнообразное по сути своей образование, в которых одна из отличительных особенностей. Очень большим влиянием пользовались представители общественности. То есть там очень сильны были позиции сибирских областников, земства, городского самоуправления. Причем это было земство молодое. В Сибири, на Дальнем Востоке оно образовалось по сути только буквально в преддверии революции, в преддверии гражданской войны. Это были очень активные позиции, которые занимали представители различных партизанских отрядов. Причем они не просто действовали вот именно как партизаны, они претендовали еще и на роль такой особой политической силы. Ну, например, был такой отряд анархиста Трипицына, который учинил бойню в Николаевске-на-Амуре. И из-за него, собственно говоря, вот воспользовавшись этим, японцы оставили там свои воинские контингенты в Приморье. То есть вот такой вот конгломерат, который требовал, ну, наверное, какого-то относительного единства. И вот чтобы создать это единство, нужна была форма государственного управления, объединявшая вот эти вот все силы. Ну, может быть, за исключением атамана Семенова. То есть правительство ДВР было многопартийное, в нем были представлены большевики и другие социалистические партии. А вот что касается, ну, таких вот чистокровных белых, это уже, так сказать, ну, как бы весь опыт гражданской войны-то в том и заключался, что здесь несводимые воедино позиции были. То есть ДВР, вы упомянули, что это розовый буфер, да? То есть там все-таки многопартийность, но с уклоном в революционные социал-демократические и демократические партии, да? Да, да, безусловно, вот такая вот социал-демократическая такая среда, которая сама по себе была заинтересована на тот момент в создании возможных коалиций. И поскольку туда входили и меньшевики, туда входили и кадеты, ну, монархисты туда не входили, но тем не менее, даже монархисты, даже правые партии, они существовали в Приморье. Их никто не запрещал и никто их не репрессировал на тот момент. Вот это создало как раз такое вот интересное государственное образование, в котором, да, формально существовала многопартийная система. Василий Жанович, вот Вы, интересно, сказали молодое, земство, крепкое, но как бы вот не обойтись без анализа того, в чем особенность социума дальневосточного состояла тогда. Это что, действительно были люди с каким-то особым взглядом на самих себя, на окружающие события, какая-то самоидентичность, некоторые, вот Вы областников сибирских упомянули, это же были люди, которые ратовали, в общем-то, что тут греха таить за отделение Сибири от России, за такую автономию, самостийность. Здесь вообще достаточно сложно вот однозначно ответить на этот вопрос, потому что что вот мы видим в 2020-2021 году налицо, безусловно, это высокая степень политической активности. Но эта политическая активность, она не концентрируется, может быть, вот на каком-то одном направлении, на каком-то одном секторе политическом. И, наверное, это как раз следствие того, что здесь все-таки еще не сложилась вот та однородная общественно-политическая среда, которая на период вот гражданской войны и революции была уже в наличии в той же самой Великороссии, на Урале и в той же Сибири. Потому что даже территориально, даже территориально, почему, собственно, вот сибирские областники-то оказались во Владивостоке, эти политики считали, что Дальний Восток — это тоже Сибирь, и поэтому они совершенно спокойно могут говорить об огромной территории Сибири от Урала до Тихого океана. И сам по себе Дальневосточный регион, он, может быть, конечно, отличается какой-то спецификой, но эта специфика пока, она как бы вот не вполне заметна, не вполне четко выражена, можно так сказать. То есть эти люди, в общем-то, по большому счету были представлены сами себе, потому что возникает вопрос, но вы на него уже ответили в начале разговора, что у Центра, у Ленина, у партии, ну, тогда было понятное представление, что достаточных сил, чтобы просто отправить туда Красную Армию в надлежащем количестве и навести порядок в течение там недели-двух, значит, благо железная дорога есть. Но вместо этого был принят план создания буферного такого, значит, вот розового по сравнению с красной советской властью государства, которое должно было какую-то, значит, вот передышку дать для накопления сил. Но при этом, значит, внутри тоже неоднородность. Вот это очень интересно, потому что столица Дальневосточной республики, насколько я знаю, была вовсе даже не в Владивостоке, а в Нижнеудинске, по-моему, да? В Верхнеудинске. А, Верхнеудинске, да, то есть это Забайкалье. А вот ближе к теме разговора, которую я обозначил вот с этим восстаниями во Владивостоке, там ведь на памяти в годы гражданской войны уже еще масштабной, так сказать, в масштабе всей страны было вооруженное восстание против войск генерала Розанова в январе 20-го года. И тогда, значит, как раз и пришло к власти такое правительство Приморской областной земской управы, да? Но оно же по состоянию на начало 21-го года находилось уже под контролем большевиков. Учебники объясняют, что коммунистической власти в Приморье тогда, значит, не было достаточной степени популярности, и, значит, она была слаба. А почему так, значит? Опять же, в силу того же фактора, то есть нельзя видеть в активности местных большевиков вот такое вот общерегиональное, общекраевое начало. Потому что, вот говоря о сценарии, который, безусловно, устраивал бы местных большевиков, в том числе их лидера Никифорова, который как раз вот и представлял собой такую вот левую большевистскую часть ДВР, в их представлении самым оптимальным вариантом-то и был как раз вот тот, от которого Ленин отказался. То есть, вот войск на территорию Дальнего Востока, вот Красная Армия туда, занятие не только Читы, но и Хабаровской, Владивостока, и установление уже однопартийной системы. Ну, опять же, вот эта особенность краевая, с одной стороны, да, вот то, что все-таки авторитет одной партии, он не был абсолютным, а с другой стороны, опасения, очевидные совершенно опасения того, что придется воевать не только там с какими-нибудь местными белыми, допустим, казаками, там, Семенова или Калмыкова, уссурийскими казаками, да, амурскими, которых, кстати, не так и много-то и было, а придется вовлекаться в конфликт Японию. И вот с ней столкновение было гораздо более, представлялось гораздо более опасным, чем просто вот устранение там каких-то контрреволюционеров. Опять же, опять-таки, не укладывается в такое прокрустово ложе упрощенного понимания гражданской войны. Смотрите, значит, в 150 километрах к западу от Владивостока, где коммунист Никифоров, который ждет приезда Красной Армии, так сказать, утрированно говоря, а с другой стороны, там же расквартирована в 150 километрах длинневосточная белая армия в составе, опять-таки, двух соперничающих между собой группировок, которые вы упоминали уже, там, Ана Семенова и Капелевцев, а в-третьих-то еще есть японцы, присутствующие как оккупанты, которые, в общем-то, поддерживают какие-то отношения и связи с этой самой Приморской областной земской управой, то бишь с правительством во главе с Никифоровым. Вот вообще странно-странно. Ну, здесь я единственный только момент отмечу, что все-таки вот говорить пока об организованной вооруженной, именно вооруженной силе со стороны белых, условно, вот дальневосточной будущей дальневосточной армии, на момент начала 21-го года, первые месяцы 21-го года, пока не приходилось. Потому что это были люди, да, они участвовали в Великом Сибирском походе, да, это были, безусловно, преданные идеям белого движения капелевцы, это были те, кто вместе с атаманом Семеновым воевал за Байкалье, Семеновцы, соответственно, но они не были еще пока организованы настолько, чтобы вот представлять собой именно некую отдельную самостоятельную силу. А вот то, что вы совершенно справедливо упомянули здесь японцев, и то, что все-таки, да, организованная сила она была у ДВР, хотя бы даже там в формате бывших партизанских отрядов, которые стали частью вооруженных сил Дальневосточной республики, вот это да, это реальные факторы, реальные политические силы, с которыми нельзя было не считаться. И получается, что вопреки общей логике развития событий, победе советской власти, победе большевиков в масштабах страны на Дальнем Востоке, ситуация к концу 20-го года и в начале 21-го года стала меняться совершенно в обратную сторону, но об этом мы поговорим через несколько минут, а сейчас сделаем паузу в разговоре. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко Мы вновь в эфире Вести ФМ, вместе с профессором Цветковым вспоминаем события 21-го года на Дальнем Востоке. Василий Жанович, значит, что получается, что как раз вот в начале 21-го года начинается процесс консолидации антибольшевистских сил в Приморье. И по инициативе, значит, которая исходит от белогвардейской эмиграции, которая опирается на Харбин, на полосу железной дороги, китайской, восточной железной дороги, но они проводят, значит, для начала съезд во Владивостоке. Вот действительно одно вот это вот указание. В помещении общедоступного театра на Светланской улице начал свою деятельность съезд представителей несоциалистического населения Дальнего Востока. Вот здесь есть о чем поговорить. Да, это очень интересное явление, и на сегодняшний день, к сожалению, как-то вот оно ускользает из внимания историков гражданской войны. Ну, я не назову это, конечно, белым пятном, но это ведь тоже очень интересный фактор. Ведь 21-й год уже мы видим изменения в советской политике, мы видим уже постепенный переход к НЭПу, мы видим уже, ну, действительно практически полное окончание гражданской войны на значительной части территории Советской России. И вдруг вот здесь вот, да, на Дальневосточной окраине совершенно спокойно, легально собираются враги советской власти. Вот так вот, если их назвать, проводят свой съезд. Причем, если прочитать сохранившиеся материалы этого съезда, там позиция была весьма-весьма такая антибольшевистская, антисоветская. Но при этом делался очень важный такой, ну, условно говоря, реверанс политический, да, в сторону существования ДВР как таковой. То есть говорилось о том, что вот все-таки существующая политическая система Дальневосточной республики, она, конечно, несовершенна. Она, конечно, выражает интересы все-таки в значительной степени левых партий. Но это лучше, это лучше, чем советская Россия. Василий Жанович, а давайте сейчас вот какой момент осветим. Ну, мы о политике, понятно, о боевых действиях, понятно. А вот жизнь, которая каждый день возобновляется, людям надо что-то есть, во что-то одеваться и вообще поддерживать хозяйственную активность. Вот известно, что недовольство большевиками в Владивостоке, оно определялось наличием финансового кризиса, задержками в выплатах зарплаты служащим, в девальвации денежных знаков, застой в промышленности и торговле. То есть, ну, в общем-то, даже странно слышать перечисления этих сугубо мирных, свойственных обычной жизни экономических сюжетов. Но это все имело место? Как это все осуществлялось? Да, это действительно имело место, хотя, конечно, если сравнивать масштабы экономического кризиса, допустим, в 21-го года, это голод там в центральной России. И то, о чем вот вы только что сказали, вот эти проблемы, связанные с, ну, по сути, кризисами в такой полурыночной экономике, даже, можно сказать, практически рыночной экономике, потому что там и право частной собственности существовало, и торговля развивалась в Японии. Вот. Но что не устраивало представителей не социалистической общественности? Не устраивала перспектива. Перспектива, при которой, в общем-то, они полагали, а это достаточно влиятельные структуры, это биржевые комитеты, это союзы торговых промышленников, это союзы судовладельцев, это вот та средняя и, в общем-то, в значительной степени мелкая буржуазия, которая представляла себе перспективу развития ДВР в таком пессимистическом сценарии, как то, что рано или поздно их все предприятия национализируют просто-напросто, буржуазию местную, дальневосточную, ликвидируют, может быть, даже физически, и вот эта вот перспектива их, конечно, не устраивала. И если они говорили о том, что вот у них есть возможность собраться, провести свой съезд, то это отнюдь не означало того, что они симпатизировали тому экономическому и политическому курсу, который на тот момент проводился в ДВР. Но, с другой стороны, на новую экономическую политику их поймать было невозможно, потому что это у них все было, и если образно сравнивать НЭП с допуском мелкой и средней частной собственности в производство, как открыть форточку или открытое окно, значит, куда больше воздуха свежего проникнет, то здесь для невосточного населения, бизнеса это все было, так сказать, отнюдь не приманкой. Но давайте вернемся вот к этому съезду, который, в общем-то, стал прологом того переворота, который потом произойдет. Но здесь не все так сразу и быстро получилось, потому что выяснилось вдруг, так ли это, кстати, подтвердить или нет, что японцы поначалу благожелательно относившиеся к этому собранию вдруг стали демонстрировать свой нейтралитет, и стало понятно, что планируемые перевороты, ну, так сказать, его сторонники должны что-то, какие-то усилия приложить, а не надеяться на тех же японцев, на их штыки, а иначе, значит, они могут быть и выданы как раз вот этой вот управе, представленной большевиками. То есть здесь вот опять-таки роль интервентов достаточно интересная вырисовывается. Да, это очень важно, потому что в советской историографии господствовал такой тезис, что вся вообще антибольшевистская государственность на Дальнем Востоке, она держалась только на японских штыках. Это очень большое преувеличение. И вот вы как раз сами сказали о том, что для антибольшевиков местных, для контрреволюционеров, для правых, для монархистов, японская помощь, она была, ну, поскольку-поскольку. Хорошо, если она есть, но ничего страшного, ничего смертельного не произойдет, если она вдруг сократится или, может быть, даже исчезнет, как потом как раз это произошло уже при генерализе Терихи в 22-м году. Ну, до него мы доберемся, наверное, в третьей части, в конце разговора, хотя разговор-то очень интересный, может быть, все не успеем сказать, но сейчас, наверное, пора настало вспомнить такие имена братьев Меркуловых, которые стали лидерами вот этого антисоветского движения в 21-го года. Безусловно, хотя, вот тоже сделаю такую вот интересную историческую заметку, дело в том, что поскольку существовали выборы, поскольку существовала избирательная система в Дальневосточной Республике, то вот эти вот правые силы, или как они себя еще иногда позицировали, беспартийные, экономисты, то есть чистые экономисты, их, в общем, вроде бы политика их не интересует, они интересуются только экономикой. Они тоже могли принимать участие в выборах, они обладали пассивным избирательным правом, и мы видим, что в результате вот этих выборов как раз оказываются вот те самые братья Меркуловы, избранными в состав Дальневосточного собрания Дальневосточной Республики. Оказываются в составе Дальневосточного собрания участники Капелевского ледяного похода, например, генерал Вершбицкий, уж на что, в общем-то, белогвардеец, но его тоже выбрало население. А здесь-то важно отметить, что из Перидона Николая и Меркулова, они же были родом из крестьян, они родились в семье Преамурского крестьянина, как биографические сводки сообщают, это получили образование, правда, отличное в Санкт-Петербургском университете, но сам факт того, что они, значит, из низов, из крестьян, это о многом говорит. Да, это очень симпатизировало по отношению к ним, вот как раз той среды, которая тоже занималась бизнесом, и если, может быть, вот в Перидоне Меркулове, вот мы можем говорить как о человеке таком, ну, европейско-ориентированном, потому что, да, вот он и юридический факультет закончил, и действительно был человеком таким влиятельным, вот с выходом, может быть, даже на европейскую орбиту, то вот Николай Меркулов – это, ну, классический пример местного, такого крепкого хозяина, местного предпринимателя, который уже вот в силу успешности своего бизнеса, которым он занимался, в частности, это как раз судоходный бизнес, торговля, он обладал этим авторитетом. И, опять же, вот этот вот фактор авторитета среди местного населения, он в данной ситуации сыграл важнейшую роль. Но в марте 21-го года не удалось захватить власть во Владивостоке, какое-то вооруженное выступление оказалось нескоординированным, ну, не солидным даже напрашивается, и получается, что на следующий, на второй день после начала этих выступлений вооруженных японские войска взяли в окружение отряды, вот в частности полковника Глудкина, разоружили его и под охраной выбили из Владивостока, то есть, в общем-то, оставили у власти большевиков. Да, ну, я бы назвал это все-таки по аналогии с событиями нашими классическими 5-го-17-го годов, это была, наверное, такая генеральная репетиция. Съезд представителей несоциалистического населения Дальнего Востока, такая интересная организация была, изыскивал средства для устройства переворота со второй попытки, и средства нашлись, и попытка увенчалась успехом. Что это было? Да, очень интересный сценарий вот этого переворота. То есть, здесь мы видим вообще совершенно необычную, нетрадиционную, может быть, вот для белого дела ситуацию, когда белое дело выступает в качестве революционеров. Почему? Потому что вот сценарий второго переворота, он почти один в один напоминает события октября 17-го года в Петрограде. Создается так называемый национальный революционный комитет. Обратите внимание, даже вот название само говорит о многом. Да, фразеология там действительно квази-революционная такая, да. Да, причем во главе находится не какой-нибудь там, не знаю, Савенков, да, или Чернов, а во главе находится такой классический монархист, бывший сотрудник Ставки Николая Второго, Верховного главнокомандующего, начальник штаба адмирала Колчака, генерал Лебедев. И вот этот генерал Лебедев, он берет на себя руководство этим переворотом. И переворот, почему, вот я говорю, он классический проведен, потому что здесь мы видим отряды вооруженные капелевцев, отряды вооруженные семеновцев, казаков, и они действуют по сценарию, ну вот такому классическому, то есть занимают центральные здания. А правильно ли мы о них упоминали в начале разговора, как стоявших в 150 километрах где-то от Владивостока, они просто подошли в эпицентр событий, да? Да, они подошли, они подошли еще и потому, что в Градеково, где они находились, вот этот дальний такой, дальний отдаленный пригород Владивостока, там даже японцы, в общем-то, сквозь пальцы смотрели на то, что вот эти части сибирских, забайкальских казаков, они сохраняли вооружение, они сохраняли военную организацию. У капелевцев даже этого не было, капелевцам приходилось вооружаться буквально сходу, получая там из арсенала винтовки, ну, они как люди профессиональные, в общем-то, как говорится, получив в руки оружие, сразу знали, что с ним делать дальше. А вот, и берется под контроль вот эти центральные пункты, центральные районы Владивостока, японцы уже на данной, в данной ситуации уже не препятствуют, хотя они формально там призывали к разоружению. Ну, они проявляли нейтралитет, и впечатление такое, что они профиты выгоду материальную, значит, перевозя коммуникации торговые, что нужно из России в Японию, японские острова осуществляли, а тут кто победит, это, в общем-то, они тут вмешиваться, особенно не желали терять людей вот в какой-то ситуации, такой какой-то вот нейтралитет. Именно так, и фактически какие-то боевые столкновения происходили только между капелевцами и отрядами народной милиции, вот тех самых боевиков, боевых, боевые организации, большевистские боевые организации, которые поддерживали, конечно, Дикифорова. Ну, и вот этим милиционерам пришлось после этих нескольких столкновений просто уйти в горы. Ну да, и действительно, вокзал, телеграф, почта, госбанк, городская управа, все, так сказать, по классике революционного переворота. Да-да-да. А вот, а Москва, Кремль, Ленин и вообще вот родоначальники этой теории революции, что же они в это время делали? Опять же, здесь мы видим отношение вот к этим событиям, как к попытке такого масштабного контрреволюционного заговора. Надо сказать, что здесь оценка Лениным вот этих событий, она была, в общем-то, близка к истине, несмотря на, может быть, такую определенную категоричность суждений. Но действительно, если мы посмотрим ситуацию весны 21-го года на Дальнем Востоке, то мы увидим почти синхронные выступления, с одной стороны, дивизии барона Унгерна, который выходит из Монголии и пытается пробиться в Забайкалье к Верхнеугдинску, перерезать Транссиб, с другой стороны, атаки на пограничные территории со стороны амурских уссурийских казаков и вот эти вот майские события в Владивостоке. То есть это все май, май 21-го года, когда действительно создавалось впечатление в Москве такого вот тщательно спланированного подготовленного заговора контрреволюционного, вот этой, условно говоря, пятой колонны, которая сначала выступала на несоциалистическом съезде, а потом себя очень хорошо проявила в создании вот этого национального реформа. Но какого-то решения о посылке войск не было принято? Уже поздно было что-то делать, потому что максимально, что было сделано именно командованием советским, командованием Красной Армии, это подавление выступления Унгерна. И надо сказать, что это помогло, существенно помогло укреплению советской позиции, советской власти на Дальнем Востоке, потому что если бы предположить, что Унгерну удалось бы все-таки выйти за Байкалье, а дальше даже, может быть, пробиться и в Прибайкалье, то есть в Иркутску, то в совокупности с событиями во Владивостоке это выглядело бы для советской власти как такая реальная угроза. А так получилось, что только во Владивостоке была фактически свергнута даже вот эта не красная, а розовая власть, значит, полубольшевистская, и провозглашено временное Преамурское правительство. Да, потому что это не означало падение ДВР. ДВР осталось, и ДВР продолжала существовать вплоть до конца 22-го года, как известно, когда она уже войдет в состав Советской России. Но это временное такое вот отступление, отход. Правда, территория, которую контролировало правительство Меркуловых, она, эта территория, расширялась, но это будет уже позднее, и это будет уже событие лета-осени 21-го года. Василий Жанович, а что в этой ситуации делал атаман Семенов, фигура, которая у нас всплывает в разговоре о каждом эпизоде гражданской войны в Сибири на Дальнем Востоке? Да, это тоже очень интересная его судьба, его действия в этой ситуации. Дело в том, что Семенов как раз рассчитывал на то, что в случае успеха переворота в Владивостоке он туда совершенно спокойно въедет, ну, как говорится, на белом коне, и будет возглавлять местную власть, опять же опираясь на полномочия, которые дал ему Колчак, а именно возглавляя вот эти вооруженные силы российской восточной окраины. Ну вот она, эта восточная окраина здесь, в Владивостоке как раз она и проявилась. Вместо этого в значительной степени неожиданно для него самого, на передний план выходят вот эти братья Меркуловы, и не только они. Те самые капелевцы, которые поддержали ревком генерала Лебедева, они же и возводят в статус легальной, легитимной местной власти вот этот совет, который был избран на несоциалистическом съезде. То есть что получается? Вот этот несоциалистический съезд, он создает свой совет, и этот совет потом становится местным правительством. Вот это тоже очень интересная такая примечательная схема. И Семенову здесь место не находится. При всем его вот таком условном авторитете он приезжает в Владивосток, кстати, на японском судне, японцы его привозят, но в Приморье он находит общий язык только с казаками, только с сибирскими, забайкальскими казаками, которые, кстати, потом от него тоже отказывают. А они при этом составляют из себя вооруженную силу вот этого временного преамурского правительства? Уже да. Уже да. Вот мы здесь можем говорить о том, что казаки предпочитают конфликту с правительством братьев Меркуловых, предпочитают перспективу того, что их воинские части сорганизуются и войдут в состав дальневосточной армии, и будут получать жалования, будут наделены там какими-нибудь льготами. Это для них гораздо более приемлемая перспектива, чем поддержка своего же собственного вчерашнего лидера, вождя Атамана Семенова. Еще одно уточнение. Само правительство ДВР, оно по-прежнему пребывает в Верхнеудинске в этот момент? Да, здесь уже Верхнеудинск становится единственным остающимся таким вот центром, который после этих событий в Владивостоке, конечно, он уже ни о какой коалиции с кадетами, с монархистами, с правами речи быть не может. И Верхнеудинск, конечно, переориентируется практически полностью на Советскую Россию. Но Владивосток в лице правительства братьев Меркуловых этого не делает? Нет, ни в коем случае. Более того, правительство Меркуловых сразу заявляет о том, что антигосударственные партии, как их называли, а это не только большевики, это еще и левые эсеры, им места в политической системе Приморья не будет. Останутся социал-демократы, останутся, может быть, там какие-то тоже левые, там те же самые сибирские областники, но не большевики и не левые эсеры. То есть они из политической палитры исключаются. И эта история еще затянется на год с лишним. В отличие от времени нашей программы, которая подошла к концу, огромное спасибо нашему гостю, эксперту, профессору Василию Цветкову. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории